И ставший уже традиционным пятничный выездной формат. Конец рабочей недели президент посвящает командировкам. На этот раз глава государства отправился на север страны. Как и обещал, Александр Лукашенко приехал в Полоцк, чтобы провести совещание по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства страны. Оно проходит в эти минуты. Мероприятие глава государства анонсировал еще неделю назад, назначая новый состав правительства, включая нового министра ЖКХ. Конечно, любая президентская командировка – это повод провести ревизию самых разных вопросов. Вот и еще только подлетая к центру Европы, а именно в Полоцке отмечен географический центр, с воздуха глава государства оценил ход сельхозработ. На Витебщине не все идеально, особенно в части заготовки кормов. Я не собираюсь вас учить технологии. Я говорю к тому, что корма будут некачественные, мы опять будем бороться с падежом скота. Я знаю, что вы заинтересованы, и ты тем более. Но получается порой наоборот. Вот на это обратите внимание. Качество, еще раз качество. Президент сразу посмотрел выставку коммунальной техники, в том числе оборудование для котельных. Экология. Беларусь осознанно идет на озеленение экономики. Бумага вместо пластика, напитки в стекле, а не петах. А в разговоре коснулись проблемы сбора и переработки бытового мусора. В ближайшие 2-3 года в Беларуси необходимо решить этот вопрос. Придется эту высоту брать штурмом. Это очень важное направление. Это безобразие, что мы вывозим на свалки, закапываем, создаем горы вокруг. Вот это одно из направлений, которым надо заниматься. И при том, во-первых, это рентабельно. А во-вторых, мы экологию подтягиваем, мы очищаем страну. Ну и потом, это же и рабочие места, и это сырье для кого-то, для промышленности. Поэтому этим придется очень сильно заниматься. Я уже говорил, что швейцария, богатая швейцария, по размерам, как мы, по населению, слушайте, по 80-90% перерабатывают отдельных видов отходов. А мы там телепаемся, к 50% подойти не можем. Что касается основной темы президентской командировки. Несмотря на определенный положительный эффект от совершенствования структуры ЖКХ, все равно остаются вопросы. Качество услуг по-прежнему вызывает значительное число нареканий со стороны людей. Из всех обращений, поступивших в 2019 году в администрацию президента, около 20% касали ЖКХ. Население жаловалось на качество капитального и текущего ремонта, ненадлежащее содержание мест общего пользования жилых домов, преддворовой территории, недостаточное благоустройство населенных пунктов. Есть оригиналы, даже в вашем родном городе, Наталья Ивановна, которые переживают за то, что накануне приезда президента пришлось город вылезать, поднести улицы и покрасить скамейки. Есть такие небольшое количество людей. Все, что хорошо, плохо. Что плохо, тоже плохо. Им не угодишь. Так вот я хочу сказать, что я, приехав сюда, увидев чистый, аккуратный город, с собой его не увезу. Я когда-то, встречаясь с руководителем нашей инициативной группы, попросил, чтобы мы продолжали собирать подписи, хотя их там уже полтора миллиона подписей собрано. Спасибо людям, которые подписались. Я тогда попросил собирать подписи не потому, что нам чего-то не хватает там подписи. Мы получаем огромный, огромный массив информации снизу о том, что происходит там, внизу. В селах и деревнях, на хуторах неперспективных, как их раньше называли, деревнях, крупных, малых городах. Мы получаем эту информацию. Вся она анализируется, и основные вопросы, которые волнуют людей, выкристаллизовываются и на стол президента. Что греха таить постоянно до четверти всех вопросов? Это жилищно-коммунальное хозяйство. Услуги, ЖКХ и что надо делать жилищно-коммунальным хозяйством. Поэтому месяц тому назад в плане контроля за выполнением моих поручений было определено это совещание. Президентская программа сегодня сверх насыщенная. Ожидается, что в Полоцке Александр Лукашенко также побывает в Спасо-Ефросиневском монастыре, где ему в том числе доложат о ходе реставрации Спасо-Преображенской церкви. Не исключено, что Александр Лукашенко ответит на актуальные вопросы журналистов. Подробности в наших следующих выпусках. Продолжение следует...